Следующий враг человека называется зависть. Это такое широкое понятие на самом деле, хотя кажется, что зависть — это когда у соседа больше дом, чем у меня. Это тоже зависть, понятно, но зависть на самом деле, мацария, санскритское слово, переводится как ненависть или злоба. Часто ненависть или злоба рождается из совершенно духовных вещей, поверьте мне. Потому что главная причина сейчас в современном мире ненависти и злобы далеко не то, что у соседа лучше квартира, и не то, что доктор Вася лучше лечит, чем доктор Олег. Понимаете, зависть сейчас другая. Основная природа зависти, 90% зависти в этом мире — это зависть на почве веры. Это означает, не зависть она воспринимается как таковая, а злоба. То, что ваша вера неправильная, а наша вера правильная. И вы должны верить так, как мы будем верить. И вот у этой злобы есть четыре стадии. Первая стадия — иноверцы или вероотступники. Не наша вера, плохие люди. Плохие люди — первая стадия. Вторая стадия — демоны. Не просто плохие. Мы праведники, а они — демоны. Вот все, кто не в нашей вере, они — демоны. Вторая стадия. Третья стадия — враги. Не демоны, а враги уже. И четвертая стадия — священная война. Убивать. Неверующих иноверцев убивать просто. Взрывать их везде. И ценой даже своей жизни ты взорвешь, если иноверца, то попадешь в рай точно. Я гарантирован. Бред полный. Не убей. Касается прежде всего тех, кто имеет другую веру. Никогда Бог не говорил, что возлюби только тех, кто твоей веры. Он говорил, возлюби всех. И не только людей, даже животных. Даже животных нельзя убивать, не то что людей. Так Господь нам рекомендовал. Но если мы ненавидим людей другой веры, или просто они нам неприятны даже, то это означает зависть или злоба, которая разрушает у человека светлое будущее. Веды говорят, точно так же, как вожделение очарованно колдован, околдовывает человека и не дает ему его собственное благо видеть. Точно так же, как гнев делает картинку бесцветной, то есть гнев не дает возможности человеку видеть правду, то есть он сильно ошибается, человек разгневанный. Точно так же, как иллюзия, она лишает человека силы побеждать свою судьбу. Точно так же, зависть, она разрушает всякие перспективы в духовном развитии человека. Если человек хотя бы чуть-чуть не любит какие-то другие веры, или хотя бы чуть-чуть брезгует теми, кто не является его верой, этот человек на духовном пути ничего не достигнет. Для того, чтобы развиваться духовно, быть ближе к Богу, человек не должен любимых детей Бога оскорблять, особенно любимых, потому что как раз это и есть верующие люди, это любимые Бога дети, понимаете? И когда человек оскорбляет людей другой веры, он лишается верующих людей. Чаще всего, чем больше верит человек, тем больше его оскорбляют. Это страшно. Такие люди никогда к Богу не приблизятся. Это сравнивается с тем, что Бог, допустим, у отца есть два сына, допустим. Один сын говорит, я больше папу лучше люблю и правильнее, чем ты на второго все время. Папа никогда такого не примет. Он говорит, для меня оба сына любимые. Продолжение следует...